Сказать, вау. Это был эпизод. Возможно, лучший эпизод сезона, думаю, может быть. В этом эпизоде, восьмерить восьмый забор, было много сюжетных поворотов, Джон Джектерн погрузился в японскую культуру, Таранага преобразовался, объявлена война и произошла романтическая история, о которой мы всегда думали. Это было похоже на конец начала. На горизонте маячат проблемы между восточной армией, которую возглавит Таранага, и западной Аднамей, под руководством Исида. Переходим к эпизоду и разбираем его содержание. Встречайте Шагун. Четвертый эпизод. Разъяснение концовки. Это видео будет содержать спойлеры совершенная кадра. Вот это. Это вот. Идеальная кадра, обобщающая весь эпизод. Реакция на конечный итог и действия изнутри распространяемого яда, подрыв и убеждения, ставших катализатором событий в завершие моменты. Юсигэ выглядел совершенно обезумевшим. Не из судьбы людей, к которым он должен быть верен, а из-за гибели Дзёзена. Это означает, что, скорее всего, его объявят врагом Ишидо, и он окажется на одной стороне войны, где он хотел быть на обеих. Юсигэ не особо сильный игрок, всегда стремящийся присоединиться к победителю в нужное время, но его шок свидетельствует, что это вероятно отменено, и он обеспокоен. Справа от кадра слегка размыто стоял Оми. Топ подтолкнул Нагакада на край и поселил в нём постоянную неуянулисть, из-за чего его не уважали и считали просто избавленным сыном Таранаги. Оми улыбался из-за резни, зная, что может начаться война. Кью говорил, что он может стать мужем ордом. Их реакции на резню были различны. В конце был кто-то, кто согласен быть змеем, и кто играл за обе стороны, показывая их реакции. Эпизод был назван «Свергновение восемь вечного забора». Старался понять, что это значит. Выяснилось, что в Японии молодым говорят, что они должны защитить себя. Омика в течение сериала была позади этого восьмевого вечного забора. Она прочно засела за восемь вечным забором в своём сознании. Она замкнутый человек, который на самом деле ничего не выдаёт. В этом эпизоде кажется, что Джон Блэкторн – это человек, который может либо перелезть через забор, который она построила, либо она снесена его и откроет ему. В этом эпизоде была часть, где она собиделась рассказать Джону, почему именно так её зовут был выизвестно по всей Японии, и почему она была верна вернсподу Таранаги, и как великий несправедливость украл у неё всё. Это намёк на поступок, совершенный её отцом, который привёл её в положение, в котором Эвка сейчас находится. Это то, на что, как мне как-то указывало воспоминание, которое, как мы видели, происходило. Аса Марика звали Акечи-сан, и он был человеком, который убил лорда Гарада, который был чрезвычайно могущественным даймя. Из-за того, что он сделавшил это, он был обесчищен, и его дети тортят. Поскольку Марика говорит, что её фамилия известна во всей Японии, скорее всего, именно поэтому она ему известна, из-за того, что сделал её отец. Она была обесчищена и хотела совершить сипуку, но ей отказали, сказав, что должна выйти замуж за Тоду Бунтаро. Она не хотела этого и собиралась всё закончить, поэтому отказалась быть послушной женой. Возможно, поэтому между ними не было любви, и она казалась несчастной, ведь не хотела бихать там. Это не прозвучало в серии, но, думаю, Джон Блэкторну вскоре об этом сообщат. Джон сказал, что не хочет слышать эту историю, и сравнил её с домами, как мамы строят и разрушают. Он сказал, что даже если у Майслика что-то отобрали, и она обесчёщена, он видит перед собой женщину, что она очень ценит. В этом эпизоде мы также видели, как Марика и Джон Блэкторн были близки друг с другом, ну, по крайней мере, мы так думаем. На следующее утро она была выдана за куртизанку, а лицо женщины, стоявшей перед Джоном Блэкторном, было погребено в темноте комнаты. Кажется, что это определённо была она. Между ними в дуне стоит большое напряжение, и это был момент, который, наконец, позволил Марика символически сбить с ног восьмикратный забор и быть человеком, который делает её счастливой. Конфликт флижа Джона Блэкторна. Одна вещь, которая показалась мне красивой. Интересным в эпизоде было то, что Джон Блэкторн наймал его с ощущения себя заключённым, но просто быть в хороших условиях жизни, что, по ощущениям, и было так. Но со временем мы увидели, что он принял японскую конструктуру и научился ценить её такой, какая она есть. То, что на самом деле произошло с реальным Уильямом Адамсом, на котором наиснован Джон Блэкторн. Всё началось с того, что Блэкторн хотел быстро забрать оружие с корабля, но ему не позволили, и он наступил на мох, что считается неуважительным. Кончилось с ним, держащим два меча, символизирующих самураксов. Он называл погоду красивой, пейзаж привлекательным, и японское блюдо из ферментированных соевых бобов, и повал усилия, чтобы заговорить на языке. Блэкторн подарил одно из своих оружий Фудзи-сан, показывая благодарность за её компанию. Сказывая, что хоть сначала мог чувствовать себя узником, он начинал принимать страну, культуру, туру, разницу и стремился установить связи. Самые замечательные и смешные моменты связаны с тем, как Блэкторн снова встретил Оми. Видно, Оми был тем, кто ужасно обращался с ним, прощав его через всю деревню в первой серии. О любви между ними было понятно, и предоставляло забавные мобаунты. В начале серии мы видим, что Таранага отправился выдвинулся к корабле, а Ябусиги приказал своей армии поклясться в верный вверх Таранага сама. Обление войны. Просмотр действий Таранага просто эпичен. До этого момента мы видели Таранага сдержанным, но он был узником в замке Осака. В этом мы увидели воина и лидера, внушающего страх, которым он и был. Был. Альный Токугава и Ээсу, прототип Таранаги. Именно таков. Его речь была мощным моментом и показала истинную сторону персонажа. Когда он отбыл в Эдо и обещал вбищнуться после обучения полка, мы увидели, что произойдет беде ясного лидера. Ябусиги распространился среди всех. Ябусиги не знал, что делать в данной ситуации, и как только Таранага ушел, он хотел ему противостоять, чувствуя, что Буэшт в проигрыше. Кроме того, Кику не хотела, чтобы Ябусиги был лидером Идзу. Она хотела, чтобы это был Оми. А Оми уговаривал Нагакада атаковать Дзёзена, представляя вражескую сторону и показывая доминирование. Ябусиги предсказал, как предатель в глазах Ушидо за помощь в побеге Таранаги. И его вызывали обратно в Осаку, где скорее всего ему нужно будет снабжить Сэппуку, но он убедил Дзёзена быть свидетелем Таранаги. Блэкторн готовил солдат к схватке с Западом. Нагакаду нехакаду нехакаду нехакаду, зная, что Ошидо узнает о всем и непременно подременно готовится. К совету Оми, Нагакаду придумал ударить Дзёзена и его людей восплох. Это был ужасно жестокий момент, кровавый и смертельный, ведь всех его людей ранили. Но живой Дзёзен отметил, что его нападение было не по-самурайски и обозвал всех Дзёзенов в Сэме. Видимо потому, что они помогали Блэкторну и учились у него сюнивать. Потом убили Дзёзена. Последнее, что они слышали в эпизоде было «Марико, это война». Первый акт войны совершен как наступление, и Ошидо непрешительно отомстит. Пламатический подход, когда Таранага доторзался, виден, как его люди убивают. Ошидо будет проливать, будет наки слабости, и другие регенты будут с ним. Ошидо будет поведать западную армию. Я говорил в начале. Это не просто первый истинный первый акт войны, но и конец начала, и факт, что государство будет на обувлениях, когда две стороны будут бороться за власть. Звук пушек – лишь маленькая капля по сравнению с цунами в форме полномасштабной войны. Оказывалось, как безразличный шлифм вызывает сбои, но теперь всё становится важным. Таранага, скорее всего, будет раздражён действиями своего сына. Он знал, что война на носу. Он, но он хотел быть готовым к моменту. Его сын отправит их на войну, армия, кажется, не готова. Интересно, как он на это отреагирует. Мода. Чвёртый эпизод был лучшим сезоном. Ожидалось, что крупная в конце эпизода. Не подвёл. Лучший эпизод Джона Блэкторна. Исполнение казалось живым, пронизанным юмором, искренностью, эмоцией. Было интересно узнать больше о Марика. Взглянули на интересного персонажа Марика сквозь восьмигранное ограничение. Она обладает знаниями, является связующим сзывом между двумя культурами. И это прекрасно видно. Одных телешоу сейчас. Такого шоу не было давно, каждую неделю. С нетерпением жду нового эпизода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова